Сергей Викторович, что Вы думаете о таком явлении, как апатия большинства украинских граждан? Не кажется ли Вам, что это связано с тем, что сегодня украинцев не объединяет какая-то общая идея, ради которой стоит жить и трудиться? И что Вы сказали о том, что мысль материальная. Какая мысль могла бы сегодня возродить Украину? Какая идея? Прежде всего я бы акцент поставил на то, что украинская идея есть. Борьба Запада и Востока Украины показала на то, что мы едины. И я вот вчера встречался с уважаемым Александром Александровичем Мельченко. Он как раз сетовал на то, что я пригласил его на передачу на радио РФМ программу «Часпик» с Третьим Крыжановским. В следующую среду она состоится в 20.08 вечером. И мы как раз будем говорить о украинской идее. Мы будем говорить о тех проблемах, почему ее нельзя реализовать. То есть идея единства. И, кстати, Александр Александрович возглавляет партию «Единство» в Украине. И я прочитал сегодня его статью в газете «Сегодня», где он вспоминает, как реализовывалась власть на уровне Киева и государства и те события, которые происходили. Так вот, все зависит от сильной личности. Как во главе государства, как во главе города, как во главе предприятия и как во главе семьи, по большому счету. Если это сильная личность, если человек проявляет активность, если он ведет и соответственно у него тогда есть идея, но мы должны объединить наши усилия. То есть должна быть общая идея нашего государства. Идея единства. Единства нации, единства народа, единства государства, единства программ, которые есть. И оппозиция, и власть должна как раз и объединить вот эту идею единства, интересов. Я понимаю, есть идеологические принципы и социал-демократические, и солидаризм, и коммунистическая идея. То есть все они так или иначе исповедуют те или иные догмы. Но вместе с тем, каждая идеология должна нести в себе задачи, которые будут осуществляться во имя интересов нашего государства. Это единство нашей нации, народа и соответственно тех программ, которые поставлены перед нашим капитаном большого корабля, перед президентом Украины. Я как раз и акцентирую внимание, что я еще в течение 10 лет Украина должна быть президентской, парламентской. И только тогда, когда люди поменяют свою философию, поменяют ментальность в вопросах порядочного и честного отношения, как у себя в семье, на предприятии, в государстве, на государственной службе, тогда мы сможем изменить и перейти уже к модели другой, парламентской, президентской. Но в данном случае сейчас пока необходима еще жесткая власть.